всем хэй и с вами я ван грешник мы продолжаем играть в гримсоу в прошлой серии мы остановились на том что мы скопили какие-то ресурсы которые нужно отнести по квесту каким-то да вот в убежище кому-то отнесем давайте зайдем тогда в дом наберем возможный я вообще забыл сколько мы ресурсов каких мы набрали поэтому наберем разные еды и ну раз их надо отнести этим беженцем то отнесем почему нет если нужно по квесту так подождите ну у меня кстати штаны где-то да нет штаны так давайте возьмем пожалуй с собой на всякий случай меч изучим удар наконец-то тут добавим его этот удар ну как-то надо применять короче говоря возьмем давайте еду еду 4 бочки вот такие четыре непонятно чего пять лука другой еды к сожалению у меня нету вот это все что у нас осталось мясо надеюсь пожарилась я не думаю одна штука я надеюсь им хватит только еды мы с вами все потратили как хилки еще что-то помимо этого нужно было лекарство какое-то взять до горькая настойка вот возьму ее но я не знаю что еще взять вода давайте разделим воду возьмем воду с собой бин бинты давайте возьмем 10 штук и эль но это много конечно я надеюсь этого хватит типа ты же раздашь их не писем правильно надо было смотреть какие ресурсы мы берем потому что ну не пришлось бы нам туда сюда идти вот в чем прикол не хотелось бы давайте знаете что сделаем так давайте еще раз сыграем карты давайте еще раз сыграем в карты вот здесь давайте потратим 10 талеров я не думаю что мы будем что-то приобретать за них давайте посмотрим магазин где тут магазин кстати тут иконка была с рыцарем нажать пригласи друга приглашайте друзей обменивайтесь с ними подарками соберите пять ключей и откройте сундук приглашение в орден сказать ну короче тогда список друзей все понятно это что такое получите 20 талеров каждый день 30 дней но 25 талеров стоит 100 рублей кстати нифигово так то что можно купить на талере зачем они нужны вообще но типа счета можно купить что непонятно давайте поиграем в карта давайте потратим эти 10 талеров он давай я хочу открыть карту 86 ну ничего не упал до упала какая-то стража получить награду открыть сундук ремень сколько 5 фигня ясно шляпа все это шанс того что тебе упадет четыре карты одинаковые но это полный бред но серьезно дичь полная лютейшая фигня может быть конечно этот лютоволк кому-то и выпадал но я не думаю я вообще не думаю я взял меч на всякий случай если тут будет какая-то заварушка а вот эти колья дамажит насколько я помню туалет кстати какой-то пусто так давайте пока шипасту булаву в руки возьмем вот я уже слушал врага надо эту штуку поставить чтобы переделывать ресурсы не знаю как называется я слушал кто-то плачет тоже в доме так сказать разведаем обстановку вокруг дома на всякий случай вот вижу еще что-то крафтится это колодец кстати с водой неплохо вода есть лук видимо зря я с собой взял еду я уже понимаю к чему это идет скорее всего тут всех перебили сейчас посмотрим кто тоже там плачет правильно может быть еда пригодится тому кто плачет так открываем дверь но дом большой в принципе а спокойно но это простые вам же легчайшая я вижу там еще один стоит в краю но зайдем давайте по левой стороне пойдем поначалу спокойно прогнись стелс вырубаем этого рубим этого грамотно грамотно делаем так рецепты четыре штук это можно натачивать орудие делать его сильнее так понимаю да давайте по левой стороне сначала опа спокойно жалко нету массового урона он бьет вот только по одному я не знаю почему смотрите один мог застрял какая-то книжка раз ты читаешь этот свиток значит ты изгнаника находишься в том же плачевном положении в какое попадал любой из нас в начале своего пути но ты не одинок следуем моим наставлением однажды станешь столь же опытным жителем всего скорбного края как и я вот это открыть нельзя типа это так должно быть до поварской котел вот просто из ягод и из лука можно сделать видите похлебки надо тоже сделать поварской котел правда сейчас это может особо нету но тоже пригодится мясо как вы видите делается достаточно долго поэтому давайте подкрадемся к этому хотя наверное получится так вот свиток провинцию испещряет как показалось что ко мне идет испещряет множество болот но вода в них непригодна для питья чтобы не умереть у джажда построить колодец наполнять силе лаги как сможешь найти ведь уходить далеко от дома без воды очень рискованно я бы даже сказал неразумно ну короче эти записки изгнаника это типа как советы мне не удалось как советы но не советы типа просто рассказать чел какого-то который тоже жил который тоже тут одевался строился и так далее и тому подобное надо войти в тот дом надо вернуться обратно короче этому круголяк сделали мы могли пройти здесь могли пройти там мы там прошли вот здесь другой раздел дома просто видите выделено отдельно поэтому давайте вернемся и посмотрим что так уже противник такого среднего уровня для нас по крайней мере так два дерева неплохо медный слиток и дерево тоже неплохо верстак вот на верстаке можно делать гвозди из бронзового слитка надо было подбирать олова на самом деле тогда когда я не подобрал олова в первых раз я сделал большую ошибку потому что видимо олова не очень часто это не очень часто попадается можешь присесть спасибо значительно больше носит урона при приседании это последняя комната давайте зачистим ту самый разумный вариант это держать с ними дистанцию чуть отгонять их и добивать потом но я почему я почему-то так не делаю так давайте открываем дверь а уберем лут открываем дверь а у меня не заметил хорошо я могу присесть или при силу отлично вот так как на 1 на 1 его думаем так меньше здоровье потеряем опять таки нам выпало кольцо опа а вот и сломалось наше орудие я даже отбегать не стал опас записка записки изгнанника не стоит забывать что вокруг тебя броди сотни твари куда пасти несчастных крестьян подвергшиеся порчи утратившие разум проклятые рыцари хромовники чтобы сразиться с ними тебе понадобится оружие доспехи которые в первых порах можно выковать из меди еще и в каменистых гнист на снях ну вот пока нам до меди еще далеко ну кто плачет элиза кровать кайт а чё вам где другие типа тут же должно быть много беженцев по идее кто-то где все выжившие меня зовут элиза остальных поразила болезнь осталась лишь я когда заразился муж и сын я спряталась здесь они царапали дверь пытались добраться до меня окей не смогла их убить я не знаю что делать ну пошли отсюда слышишь новые зараженные нам никуда нам деваться осталась и здесь я разберусь с ними и вернусь с чего вдруг я не хочу тратить меч пусть сама с ними разбирается да надо выйти наружу мне кажется тут нас ждет крах вопрос только как выйти на эту ружу спокойно тихо аккуратно мансим 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 хитрость вот для чего тот закуток был придуман спокойно ооо все ясно вот и закутились да люлей нам отвесили пора вернуться к лизину спасибо хоть и на этом спасибо тоже можно открыть спасибо на выжженных почти что 10 хилках ну хотя бы так да классно 9 хилок это конечно жесть ну а чё ты хочешь я думал об замансим и выйдем но как ты видишь не получилось кажется никого не осталось придут новые в этой борьбе нельзя победить пошли отсюда что стоит что дура я помогу тебе у меня есть еда и лекарства слишком поздно забери себе почему слишком поздно прошли оставь меня здесь мне нужно похоронить родных дура все все выполню оставь меня здесь лишь похоронить этот и в смысле чем ее реально оставим типа она просто останется здесь одна и и сожрут зомби он даже не защищает себя никак а можно ударить и нет нельзя к сожалению так бы типа от мук избавили не ну а чё ну а что и остается ты понимаешь вот зомби идут бесконечно она остается здесь мы говорим давай мы тебе предложим еду воду пошли типа зачем ты съел хилку пошли типа с нами а такая нет я останусь здесь гениально чего оставайся и кажется вот это должна открываться там должна быть дверь оставайся молодец похоронить родных я понимаю давай сделаем это чё вот дверь открывается да сделаем это да убежим какая разница типа она сейчас останется здесь ее сожрут гениально просто идеальный ход конем до свидания все реально мы реально просто уходим с локации все до квест выполнен мы отдали еду выжившим в данном случае выжившие были мы ну ладно давайте еще одну карту в принципе разложим за 10 талеров ржет он жулик а мы получили обратно здесь нет но это значит что можно еще раз здесь мои потратить правильно король но он жулик я тебе говорю он специально он подкидывает свои вот эти о награды за уровень там были подождите к откройте обратно он жулик он специально подкидывает нам 10 монет чтобы потратили их еще раз и получили бутылку мотыря так 5 бинта отправлено хранилище спасибо разведчик истязателей не успел прочитать так мы вернулись в домашнюю локацию потратили кстати меч меч отлетает будь здоров смотри-ка так вода 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 выпьем воду еще расставим пусть стоит пусть копится вообще ноль проблем так мясо надо поставить еще сырое мясо подожди дерево дерево закинем опять-таки весь лута раскидываем обратно всю еду выкладываем не пригодил ну как пригодилось на самом деле мы отхилились за счет всего этого так что в принципе мы брали все это с собой не зря дерево я считаю что пора построить грядки и что-то выращивать потому что еда неумолимо кончается и восполняться самостоятельно она не горит желанием а без еды мы тут не протянем так 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 я вообще не помню мы хоть раз в этой игре умирали с момента начала мне кажется пока не было ни единой смерти и это неплохо так грядка сколько стоит грядка ну грядка дешевая давайте дешевая говорю я вспоминаю что на нее нужны льняные волокна которых очень мало и дерево которого тоже очень мало так спокойно подкидываем дерево для мяса там было еще мясо где она вот здесь до куча куча ягод но у нас есть только ягоды боярышки к нам нужны ягоды астралиста которого нет точнее мы его не подбираем мы я говорю мы потому что вы и я на себя ответственность за то что я не подбираю астралиста я брать не буду так что как-то так стой найти упряжище до утра ты так у дома придурок крафт грядка сколько грядок сделаем раз два давайте три три грядки устройство грядка но она прям да не хило так место занимает на самом деле вот как раз тут выход вот сюда грядкой будет я надеюсь это а максимальное число а что мне делать с лишней грядкой серьезно ну я молодец чем так семена 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 так вот так вот так так подожди разделить я счету туплю да да вот так так сюда и сюда вот так по 13 каждом пусть так и будет хорошо это сделали теперь следующее загон для рута волка все-таки я думаю на 50 дерева офигеть надо 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 но ресурс на это нету печь мы сделали вставать и сделаем станок станок хотя не сделаем его опять таки не сделаем а добыть медную руду не забыть можно сделать одежду уже плетеный щит для тех кто только постигает азы ближнего боя этого точно раньше не было я вам говорю сто процентов давайте сделаем это очень важная и нужная нам вещь мы очень очень часто получаем белей необходимая штука его не такой дорогой на самом деле дерево веревка да и льняное волокно рубашка там дают а хотя он дает масса защиты он ее дает хотя бы как-то вот броню уже не очень выгодно потому что ты и ткань и волокна эти драгоценные веревка все вместе все вместе и все это печально бинты кстати дешевые смотри к просто с тканью швейный швейный стол так дорого стоит ты посмотри 25 сосновых досок что делает капкан неплохой инструмент для начинающего охотника вообще надо делать станок стол надо медь нужно медь срочно нужно медь и все то есть можно экипировать сюда отлично вот так уже лучше я могу да я могу поднять щит могу отпустить его они вы наверное блокирует сам отпускается да только ты и я да только ты и только ты и я так где были волокна вот здесь вот ну потихоньку у нас склады пополняются в принципе и неплохо так выполняются мы получаем кинжал который сейчас будем орудовать потому что у нас висит квест еще 13 часов на 2000 урона кинжалом так что мы сразу же берем кинжал в руки и кинжал остается с нами а меч отправляется на покой это во первых во вторых держись на расстоянии слишком поздно но не вини себя эти люди все равно все равно бы долго не продержались наш мир больше не признает слабых превращает их во что-то иное вязать к примеру тебя умирает и каждый раз воскресаешь заново твоя мощь растет с каждым днем ты можешь изменить мир и докажи это докажешь ты сильнее этих существ ну с учетом того что мы с вами ни разу не помирали я думаю что способности к воскрешению у нас пока нету создая глоблю повозки убей прокаженных убей проклятых без проблем глоблю сделаем потом так все мы оставили еда у нас есть в принципе нам ее хватит наверное не может быть даже возьму с собой даже не знаю лук мясо давайте возьмем мясо с собой на всякий пожарный случай вот так вот так и опять идем в локацию лутаться на самое главное выполнять квест на сундук сливать две тысячи урона кинжалом две тысячи урона много нет не знаю так странствующие купцы появились наш купцы решите их узнать о том что им нужно показать но к сожалению у нас нет энергии чтобы бежать к нему узнавать что им нужно к большому сожалению так что ну я могу до них добежать в принципе я тут добежать в локацию первого уровня посмотреть что у них есть локации там может быть есть халявное дерево опять-таки добудем его или камень почему нет давайте посмотрим и нужно унести все что смогу да 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 вот когда опять таки есть камень это уже неплохо тут уже ресурсы начинаем добывать известняк об топора нету это плохо надеюсь тут есть на земле деревья заводчик здорово для десертки уже привести своего люто волка мне нету к сожалению 10 вилок вилка меня на серу умение 10 штук 20 цепей вот кстати цепи у меня возможно есть не факт что двадцать штук может быть и меняет он его на новый пернать что неплохо 20 кожи на бронзовые шоссе ну блин не дурно но все уже построить стоило и приучить лошадь неплохо но проблема то в том что у меня скорее всего нету 20 кожи вот кожи точно нет мне кажется что касаемо автосбор может делать не на так отпусти щит почему-то постоянно поднимая щит а блин не знаю не знаю давайте побежим локацию первого левла очень хочется проверить удар мощный на сундуке если таков есть вообще залутаемся да и в принципе вам заканчиваться этой серии надо ставить стоило для люто волка строить его ставить волчонка ведь волчонок томас есть с вами смотреть что будет с этим так урон смотрим сколько урон ну да две тысячи конечно это здорово эти две тысячи мы конечно будем с вами копить ну в принципе да надеюсь одного кинжала хватит что есть какой-то откат короче то есть к дэшка какая-то есть ну вот прям просто в атаку будем идти да и все хилок я с собой набрал конечно не так много как хотелось бы но они у нас есть это уже хорошо по пути надо не забывать собирать ресурсы вот так вот так вот так отхилимся еще и ягодками это не проблемка топор сделать топор но если весь кинжал хватит на 2000 урона это будет неплохо прям действительно будет хорошо надеюсь будет достаточно прям в наглую буду подходить хотя я могу со спины носить удары ничего при этом не потерять с чем-то я подхожу сзади окей так сумка сумки находится куча меди уже просто и миллиард у меня вот так вот так это съесть есть 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 так отлично но врагов тут достаточно уже я думаю сколько там набрали 530 да конечно хватит мне кажется мне кажется что хватит так берем блин быстрее ползи давай вот так зачем ты бежишь я же нажал ползти зачем он побежал и что здесь для чего тут круг это защита типа от этого ага вижу еще один труп то есть подберем лут ну лута в локациях первого уровня достаточно большое количество на самом деле так новый уровень вот мясо нам надо бы взять у первостепенной важности ресурсы это так семена вон камень тоже выкидываю хотя камень кстати кончается и потом может получиться так что камни у нас не будет вообще уже в принципе так получается ягоды пока что уберем у нас нету котла проще взять мясо потому что мясо мы готовим а ягоды нет так подбираем это подбираем это нам нужно медь в срочном порядке наверное выбрасываем и нет выбрасываем пока шкуру и будем брать мед потому что медь нам нужно обязательно нужно в крафте без нее никак чем ты подобрал эту веревку нас их много то есть берем самое необходимое в данный момент это медь это возьмем хотя бы двадцатку камней это дерево это льняное окно надо все короче говоря потому что ну по сути дерево сейчас вот 50 штук улетит на крафт и все было дерево и нету его так что если оценивать как-то грамотно то надо много присядь я вот вижу еще сундук а по это медведь я не посмотрел самого начала и без проблем одолели медведя два мяса с него падает вообще шикарно так отлично свитки иногда наш к разобретает транспортующие торговцы отчаянные люди у них можно умеет что-то ценное это мы в курсе в народе все чаще говорят о великих чудовищах черный день бродит упустевшим деревням на болотах горят белые огни чаще в чаще не тает снег и все это якобы из знаки преступления лютой стены так отвел меня от чтения и теперь я вряд ли найду что я читал да так взять все взять все очень много медных обломков очень много медных обломков ткань наверное пока не нужно берем этот кристаллик он необходимое необходимого да он необходимый потому что это предмет позволяет иметь умение и так далее и тому подобное такое редкое короче поэтому оставим это тебе а пофиг давайте по прямой вы смотрите почти что весь клинок израсходован и 1180 урона ну конечно будет неприятная ситуация если не хватит этого кинжала и опа спокойно так мастерство весло ну прочитать добавлять не будем конечно же так забрать все забрать все наверное надо бить все-таки со спины потому что спины вроде как с одного удара ты же наносишь больше урона так что в теории до 38 это выгоднее это надо было делать с самого начала я об этом не подумал и скорее всего мы пар просрали момент так бы я думаю хватило да может хватит еще по 38 урона в принципе на оленях даже можно выехать так тебе не спрятаться а я не собираюсь вот с них падают еще какие-то семена то ли тыквы то ли еще чего я не прочел похоже на семена тыквы вроде как не хватило места но все и пофиг нам надо тогда камень камень дерева много опять я не скрылся хорошо так кустик вон камень набьемся по максимуму потому что все вонести домой все нужно все необходимо надо подобраться к ним в спину опа камешек давайте сядем на карты но вот одного я согрю по-любому просто потому что слишком близко стоит ну и ладно так так уже оружие ломается 1480 то есть не хватает 500 урона 520 520 урона если били со спины то да но на будущее мы с вами будем это знать к сожалению к сожалению вот так вышло снижал мы скрафтить не можем да да и крафтить он скорее всего дорого да мы не можем 19 уровень ребят хочу может мощным я применил мощный удар да прикольно 58 ну в принципе норм но врагов то не осталось поэтому мы всю луку зачистили на самом деле то есть локация полностью пустая авто сбор давайте поставим пусть сам собирает бегает опа вижу оленя так спокойно не всю луку зачистили то есть все таки тут нам выдали кинжал с грамотным посылом на выполнение квеста то есть в принципе шансы у нас были и были они весьма большие но к сожалению мы с вами протупили что же поделать то есть осталось прям чуть-чуть кинжала и у нас 1700 урона мы плюс врагов нету так почему-то зеленым горел щит я нажал он перестал гореть зеленым или мне показалось автоматически давай ради одного камешка они просто не ведут что творят ну вот можно еще медь ну почти всю луку вычистили мы прошлые локации первого уровня так не чистили на самом деле камня камня много теории может даже добудет стак целый не хватило места на всю стак камня есть куда-то он бежит бежит за волокном давай подбирай волокно вот в таких случаях куда вот все полный момент а вот таких случаях полезно автоматическое лутание что у нас по урону 1700 то есть не хватило 300 буквально урона для того чтобы закрыть квест прикол ну что поделать в принципе мы на лутались и весь макс от не дурно мы сможем сделать станок плотницкий если не ошибаюсь для него было нужно 6 меди так что в принципе пойдемте что же нам еще остается делать потому что приходящих врагов увидите в локации почему-то нету так что все погнали погнали обратно и на этом будем заканчивать эту серию продолжим следующий с вами был вам грешник увидимся следующей серии всем пока